Для того, чтобы смотреть на данное искусство, потому что понятно, что искусство, оно всегда связано с другими контекстами, и, поверьте, очень часто происходит в голове в разных контекстах. Но когда они вместе, они усиливают друг друга. Вы говорите, но только с точки зрения исторической перспективы, какие-то ретроспективы, хромологии, становится собой практически невозможным, если хочется создать отдельный рассказ, если хочется в виде неких форм, содержащихся не в самой истории создания произведения, а в самой сути произведения, которые у нас так чисто остаются, как и зрители, которые приходят в балерей, видят вещи, сделанные там пасховскими, художниками, в Комсанте, ну, таким угодно. Но, тем не менее, мы получаем от этого. Живому написану эта история про то, что мы, во-первых, представляем преимущество на живопись, и архитекты представлены здесь, и предлагаем смотреть на наших зрителям в контексте развития живописи как определенной художественной рамки, которая интересовала современных художников конца 90-х, любых, 50-х годов, самая, скажем так, старая здесь работа на 94-й год, поэтому все вещи представлены здесь, так или иначе, это вот новое смысление искусства, новый контекст и новая работа вообще с пониманием живописи сегодня. Вот, да, которые мы здесь предлагаем нашим зрителям, это инструкция живописи, когда художник буквально разбирает на составные части представленные вещи, да, например, или когда он в целом задается вопросом, а если это висит на стенке, да, то может являться живописью. При этом, что это арт-вьет, да, что это какая-то очень понятная пластическая форма. Также здесь есть и другие представленные вещи, вот как, например, вполне себе эффектный Александр Шишкин-Куртусаль, да, тоже такое, в каком-то смысле, живописное воплощение для этой артичной мысли. Ну и, конечно, история про то, что живопись в современном контексте, так или иначе, она оказывается на контексте, это контекст, многое такое слово сегодня, новых технологий, того, что помогает художнику еще больше рефлексировать над их материалом, над их, скажем так, старейшим видом искусства, которому уже несколько веков, насколько он может быть актуально свой, насколько в картине можно передать какие-то актуальные линии, проблемные течения. И одна из первых работ, которая также открывает эту экспозицию, это работа Владимира Потапова из нашего приобретения 2020 года. Называется она «Пожалуйста, авторизуйтесь». И действительно художник Владимир Потапов, как, кстати, еще один замечательный автор Кирилл Даршин, это один из ведущих художников в сфоте на поле арт-рынка, живут в Москве. Собственно, Владимир Потапов, при этом еще и куратор выставочных проектов, когда делают выставки и галереи, его основным медиумом является как раз жиропись. Даже если мы посмотрим уже на этот вагон, то мы поймем, что это что-то, скажем так, все равно новое. Мы видим, что это фанера, что это какие-то определенные краски с химическим составом, которые отсылают нас к каким-то классическим форматам создания жирописи. И в той же время это еще и рельеф, если особенно внимательно присмотреться, то есть это такая полускультурная работа, действительно такой живописный рельеф. «Пожалуйста, авторизуйтесь». Собственно, история как раз про события пандемического года, локдаун и про то, как городская среда, не только городская, а вообще все дневная жизнь стала зависеть от тех технологий, что принялись буквально искажаться от этого. Многие люди, находившиеся дома по дому, тоже замечали, как у них происходят определенные и психологические трансформации, отвлекания, как скажем, от цветей. И как тяжело уже без тех же самых каких-то порталов выйти в среду и понять, что вообще происходит, как-то сориентироваться. Вот это самое искажение, собственно, здесь и перед. Так же для этой выставки мы впервые представляем серию работ художника Александра Владимировна. Взывается она «Русская версия американского специалистка», и у кого он мне об этом как раз расскажет. Ну, здесь важно было понимать, что веселье создавалось Александром Голубином, что он мне перфактивно было. И здесь важно... То есть он прямо в пространстве галереи расстилал посты, брал победничек и тюрку. И вот прям вот это фото. Волтика галереи холодные создавалось, все прямо с черной ногами, в YouTube можно найти. И здесь важно отметить два момента. Вообще само понятие, такое понятие, как мыслеформа, и понятие определенного транс эмоционального состояния, в котором произведение искусства создается. Здесь, безусловно, есть отсылка и на Джексона Коллока, который очень учил то, что он шаманный, и таким образом создавал свои произведения. И сама при себе мысль формы может сказать, что это мысль вообще любого живого существа, человека. И самое главное, ее составляющая, это эмоциональная окраска. То есть можно посмотреть на какую-то обстанцию, которую можно подписывать, например, грусть. И мы смотрим на другого. Что это грустно? Потом мы как переходим к следующему полотону, там пишется «Здрасте». И мы стоим и сразу начинаем задумываться о том, что «Ну да, вот этот красный, именно об этом». Поэтому Александр Меламит тоже делает такую русскую версию американского абстракционизма. Но почему еще обращаем внимание на мысль формы, и вот эту классическую надпись под абстрактными работами, они сделали очень интересное решение. То есть при определенном посвящении он вшивает в пространство холста свое послание. Свое послание зрителю. Ну, увидеть его не так просто. То есть он пишется на этикетке. Это нельзя увидеть в пространстве холста. Это можно только увидеть при специально созданных условиях. Мы эти условия сейчас в бухгалерей Сенар-Арты наши зрители создали. Пройдемте, посмотрим, что же написал Александр Меламит. И это тоже есть определенный момент шаманизма и мистификации, сопряжение текста, в данном случае при определенных условиях и способностях, которые как-будто перемешают способности обычного человека. Только на вакциуме какая-то? Мы один подсветили, потому что нельзя смотреть на это дольше 10 секунд, потому что это украинский человек. Есть еще такая особенность технического воплощения условий, потому что, знаете, эта история Миля Проекта очень верно отметила, что как будто по абстракции мы можем прочитать человека, его состояние, а он вообще-то остается человеком очень закрытым, не пускающим нас в свой внутренний мир. Вот Миланит защищается как может, в этом смысле как художник. И условия, которые в том числе и нужны для того, чтобы все работы посмотреть, это тоже непростые условия, которые художник тоже как бы показывает, что, ну знаете ли, не так уж просто меня разгадать и показать все эти защиты. Но давайте еще перед тем, как пойдем к Луру, Луру и Альберту, предвосвящая вам вопрос своего Шишки и Хокусая, дадим определенный комментарий к этой работе. Ну, вы видите, во-первых, сама форма этого объекта, она напоминает архитектурную часть архитектурного ансамбля, какого-то гримского памятника, фонтана какого-то или памятника греческой архитектуры, византийской, ну чего-то очень монументального и стремного. Может, мы можем подойти? У Ани был вопрос? Да, был? Что-то хотелось бы спросить. Это он все время будет? Нет. Мы его за это не смотрим. Да, у нас, когда будет публичка, у нас, когда будет публичка, у нас, когда будет внимание, нельзя сколько-то смотреть с высшим стихом. Да, мы об этом начать не попередим. То есть, это еще такой элемент, получается, зритель тоже включен в этот большой... Ну, это по затруднему догику. Это по затруднему договоренности, потому что здесь немного начало. И через это все, что начало слова, и художники перед тем, как вращать свои идеи, как мысль, и его, может, сначала мысль в словах о том, как атинизация объекта. Должен быть нормальный находок, который ослабился какому-то древнему памятнику, которые тоже зачастую появлялись в определенной администрации. Которые либо объясняют, либо, наоборот, цифровизировали эту работу. Во-вторых, ну, не знаю, что она достаточно... Ну, я даже не знаю, что слово правильное. Я не знаю, что это впечатляющее. Но, на самом деле, если мы обратимся в темно-гереческой мифологии, то там, как и сюжет, полно-полно, и это может появляться обычным делом, когда в разборку нужно забрать. Теперь, например, в данном случае работа называется Саки, и в данном случае я хотела бы напомнить о знаменитом сюжете, когда Саки, где Руслану соревновался с Аполлоном в музыкальном таланте. И Аполлона играла на Аполлоном в музыкальном таланте.